Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на уроке. Сегодня ты научишься пересказывать текст по плану, использовать сложные предложения с союзом И. Сегодня я приготовила для вас загадку. В школе учит он детей. Строг, но всё прощает. Помогает стать умней. Всё он объясняет. Правильно, ребята! Учитель! Сегодня мы с вами поговорим о первом учителе. Каждый из нас знает эти знаменитые строки, призывающие уже много лет к знаниям. Он – педагог, просветитель, писатель, поэт, учёный. Но в народной памяти он остался как первый учитель в степи. Его жизненный путь – это пример борьбы с невежеством и бюрократией за светлое будущее своего народа. Алтанцарин не только открыл первую народную школу в Казахстане, но и написал для неё учебник, используя новый казахский алфавит, который он сам же и создал. Он убедил простых людей отдать своих детей в школы, подготовил учителей. При этом ему противопстояли царские чиновники и имамы. Его педагогические принципы были настолько универсальны и опережали своё время так, что даже спустя 170 лет всё ещё актуальны. Сегодня наш урок посвящен первому учителю Ибраю Алтанцарину. Задание номер один. Послушай. Ибрай Алтанцарин основал первую школу для казахских детей в городе Тургай. Абрай Ата очень хотел, чтобы казахские дети умели читать, писать. Он написал первый учебник «Казахская христоматия» и сочинил первые стихи, рассказы, басни для детей. Ибрай Алтанцарин открыл учительскую школу. Он просил учителей всей душой любить школу, детей и уметь общаться с ними. Что ты узнал про Ибрая Алтанцарина? Перескажи текст по плану. Школа Ибрая Алтанцарина. Первые учебники, стихи и рассказы для детей. Учительская школа. Определить тип текста. Докажи. Молодцы, ребята! Всё правильно. Найди в толковом словаре значение слова «основал». Задание номер два. Составь схемы модели. Прочитай сложные предложения. К одному из них составь схему. Предложение первое. Ибрай Алтанцарин писал рассказы для маленьких детей, и дети любят их читать. Предложение второе. Ибрай Алтанцарин учил детей в аулах грамоте, и ученики полюбили учёбу и школу. Предложение третье. Ибрай Алтанцарин переводил рассказы Льва Толстого на казахский язык, и дети казахи узнали о великом русском писателе. Скажи устно, какие предложения характеризует Ибрай Алтанцарина как педагога, как писателя, как переводчика? Итак, проверим. Молодцы, ребята! Всё верно. Задание номер три. Познакомься с информацией. Рассмотри фотографию из музея имени Ибрай Алтанцарина города Костаная. Кто изображён на ней? Расскажи. Отлично, ребята! Всё верно. Музей был открыт в 1991 году. Здесь собраны предметы фотографий, рассказывающие о видном деятеле казахского просвещения. Площадь музея Ибрай Алтанцарина в Костаная – 818 квадратных метров. В музее Ибрай Алтанцарина собрана внушительная коллекция экспонатов, количество которых превышает 12 тысяч. Сюда относятся различные письменные источники, архивные документы, книги, письма и учебники, а также этнографические предметы и материалы об известных людях края. Особую ценность для музея представляют подлинные экземпляры книг общественного деятеля и фольклориста Ибрая Алтанцарина. Например, пособие по вероучению, составленное им на казахском языке арабским шрифтом. Само здание музея по форме похоже на юрту – национальное жилище казахов. Временные выставки проходят здесь регулярно. Экспонаты этого зала знакомят с национальной культурой, бытом и традициями казахов. Другая часть – это копия школы, созданная некогда Алтанцарином. Здесь находится кабинет администрации и класс. Где увековечена память об ученом. За партами изображены ученики, а за столом сидит сам учитель. Сегодня народ Казахстана помнит огромный вклад, который сделал Эбрая Алтанцарин, и чтит память выдающегося просветителя. В его честь названы районы, проспекты, образовательные и просветительные учреждения, высшие учебные и академические заведения. Например, один из ведущих педагогических центров Казахстана – национальная академия образования. Современные казахстанцы не забывают, что за годы короткой жизни Эбрай Алтанцарин дал своему народу надежду на грядущее, знания, выступал за права обычных людей, был поборником справедливости. Ребята, спасибо большое за урок. До скорого свидания, до новых встреч. Оцените урок. Субтитры создавал DimaTorzok